Профессиональная юридическая помощь. 15 декабря заслуженный юрист Украины, почетный гражданин города Одессы Сергей Кивалов провел юридическую консультацию для всех нуждающихся в правовой поддержке граждан. Одесситы обращались с вопросами трудового, гражданского и административного права. Отмечу, что социальному проекту Одесской Юракадемии уже 24 года, как проходил прием граждан в нашем сюжете. Все то, что вы изложили здесь жалобы, мы посмотрели, подготовили такое обращение в суд. Правовая помощь от заслуженного юриста Украины. В стенах юридической клиники Национального университета Одесская Юридическая Академия Сергей Кивалов в качестве адвоката принял граждан и проконсультировал по всем интересующим их вопросам. В этот день на прием пришли одесситы, у которых сложные жизненные ситуации. Без ответа на свой вопрос не ушел никто. Вот уже 24 года мы осуществляем этот социальный проект, оказываем бесплатную юридическую помощь гражданам Одессы и не только Одессы. Вначале мы приняли решение, что будем оказывать юридическую помощь только в Приморском районе, но чуть позже, когда стали приходить граждане в других районах, мы не можем отказать. Ничего не изменилось. Вот что было 24 года назад. Люди приходят к нам в основном с теми проблемами, с которыми они столкнулись непосредственно. Это и оплата за коммунальные услуги, это и работа на предприятии, где незаконно увольняют, это и вопросы, связанные с взысканием алиментов. За все время работы юрклиники помощь получили уже более 200 тысяч человек. Сюда идут, отчаявшись найти помощь еще где-либо, как последнюю инстанцию. Стоит отметить, что из года в год здесь предоставляется помощь во всех сферах права, поэтому спрос на консультации всегда большой. Проблематика, с которой обращаются в юридическую клинику Одесситы, самая разная. Имущественные и финансовые споры, нарушения со стороны работодателей, в общем, все то, с чем не очень приятно сталкиваться в повседневной жизни. Но, как говорится, никто не застрахован. В этот день за юридической помощью к Сергею Кивалову обратилась Алена Демина. Девушка работала в частной клинике на должности администратора. Без оформления трудового договора сама того не зная. Как только она забеременела, была уволена. И, как выяснилось, запись о ее приеме на работу в трудовой книжке просто отсутствовала. Я властилась к Сергею Васильевичу, так как я понимаю, что он опытный адвокат и поможет регулировать мои вопросы. Я оказалась в такой ситуации, что мне нужна юридическая помощь. И поэтому обратилась. Мне было очень приятно, что меня выслушали, составили план действий, что дальше делать, в какие органы обращаться. Тот, кто устраивается на работу, он не видит продвижение, не смотрит, приказ есть, нет приказа. Оказывается, полгода проработала, узнали, что беременна, они взяли и просто не оформляли. Но это разве не цинизм? Люди доходят, я вообще просто в шок от такого отношения к работникам. Со своей проблемой к Сергею Кивалову также обратилась одесситка Татьяна Алифир. Ее вопрос заключается во взыскании пени за просрочку уплаты алиментов. Мне порекомендовали эту клинику, сказали, что можно получить бесплатную консультацию. Совершенно неожиданностью для меня стало то, что я позвонила, меня пригласили, записали, в принципе, буквально через пару дней. Я оставила документы на ознакомление, потому что там нужно ознакомиться с самой темой и вычитать то, что там в документах указано. И я думаю, что в ближайшее время я получу ответ и получу дальнейший план моих действий. Женщина, которая пришла сегодня к нам и обратилась, она не нанимала юриста, но написала заявление, исковое заявление. Ну как гражданин, который не имеет образования юридического, может написать. Конечно, он допустил какие-то серьезные нарушения, а там нужно все выписать, представить все то, что необходимо при рассмотрении в суде. Она это не сделала, но вот суд дал ей 10 дней на устранение, она приходит сегодня к нам и говорит, окажите помощь, потому что я не смогу, а денег за оплату адвокатов у меня, говорит, нет. У меня дети, я получаю мизерную зарплату и нанять адвоката это очень дорого, поэтому она обратилась к нам. И мы вот сегодня оказываем и такую услугу, бесплатную юридическую услугу тем людям, которые не в состоянии нанять адвокатов, потому что эти услуги сегодня, да и не только сегодня, и вчера, и позавчера были очень дорогие. Отмечу, что Ассоциация Юрклиник Украины признавала юридическую клинику Национального университета Одесская юридическая академия одной из лучших в стране. На базе клиники созданы и успешно работают антикризисный центр правовой помощи переселенцам, рабочая группа по оказанию помощи морякам, ведут прием частные исполнители и работает кабинет медиации. В сотрудничестве с Одесским нотариальным округом было организовано предоставление льготным категориям граждан бесплатных нотариальных услуг ведущими нотариусами нашего города. По завершению приема граждан президент Национального университета Одесская юридическая академия Сергей Кивалов вручил награды сотрудникам юридической клиники, которые принимают участие в важном для нашего города социальном проекте. Мы вслуховываем людину, надаём ей консультации и в разе потреби также делаем подготовку процессуальных документов. При подальшой потребе в консультациях мы всегда и в телефонном режиме стараемся допомогать людине, и так же будь-яких записей мы не отмывляемо. Если брать, например, кураторов нашей клиники, то часть из них параллельно и адвокатами, они занимаются адвокатской деятельностью, поэтому Сергей Васильевич надавил возможность людям безкоштовно отримать помощь от квалификованных адвокатов. Помимо юрклиники продолжается и реализация других важных социальных проектов. На базе Национального университета Одесская юридическая академия и Международного гуманитарного университета будут проходить компьютерные курсы для пожилых людей. На эту же категорию граждан ориентирован и еще один не менее востребованный проект – бесплатная танцевальная секция. Также оказывается бесплатная высококвалифицированная медицинская помощь Одесситам на базе клиник Международного гуманитарного университета. Сергей Кивалов и его команда уже более 20 лет демонстрируют системный подход в вопросах социальной защиты и поддержки населения. И главное, эта работа приносит ощутимые результаты Одесситам.